Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Meizu M5. Покупал я его на Алиэкспресс. С кэшбэком мне обошелся в 135 долларов. Ссылочка на продавца будет под видео. Продавец также мне положил в подарок такое защитное стекло и переходник для зарядного. Сам смартфон черного цвета. Также есть в золотом, в синим, в березовом. Так, здесь у нас идет... О самом смартфоне мы позже. Здесь у нас идет скрепочка. Не знаю инструкции или что это, но это все на китайском языке. Также идет с ним зарядная на 1,5 А. Такое вот маленькое, но тяжеленькое. USB кабель. Ну, в принципе и все. Комплектация, конечно, небогатая. Ну, конечно, хорошо, что мне еще положили в подарок защитное стекло. Ну, давайте о самом смартфоне. Размеры смартфона 5,2 дюйма и HD разрешение. Ну и так, давайте теперь мы снимем пленочку. Ой, очень красиво он смотрится. Закругленные края самого дисплея. Так, сейчас снимем пленочку. Сзади вот так вот. Ну и вот смотрите. Очень симпатично, стильно он смотрится. Внизу расположился ткан отпечатка пальцев. С правой стороны у нас кнопочка разблокировки, включения и клавиша громкости. С левой стороны у нас слот под сим-карты или под две сим-карты, или одна сим-карта и microSD карточка. Внизу у нас, как мы видим, динамик, разъем 3,5, наушники можно будет подключать, microUSB, микрофон. Сверху у нас ничего нет. Значит, по самому корпусу. Корпус у нас выполнен из поликарбоната, но качество очень отличное. Классно. Не скрипит, плотно все сделано. Телефон такой, ну, относительно и не тяжелый, и не легенький. Так, здесь у нас установлена в задней части камера на 13 мегапикселей, вспышка на два светодиода. Ну и впереди также камера на 5 мегапикселей. Ну, еще раз напомню, диагональ тут 5,2 дюйма, очень удобный телефон. Мне кажется, это самое то, что надо. 5 дюймов вроде как маловато, 5,5 дюймов для меня много, а 5,2 это самое то, что надо. Так, ну, давайте теперь его включим. Сам смартфон работает под управлением Flyme 5.2.10, под управлением Android 6.0. Перевод здесь полностью все на русском языке, процентов на 95. Давайте коротко пробежимся полностью по всем параметрам. Так, здесь у нас сим-карты, режим 4G поддерживает. Так, вот сети Wi-Fi, которые, Bluetooth, расширенные настройки. Так, ну вот, как видите, какие есть в нем настройки. Так, панель управления. Скорость соединений. Процент заряда. Полноэкранный доступ. Так, громкость, беззвучный режим, вибрация при вызове, нарастание, другие звуки, вибро-отклик, рингтоны, звук сообщений, электронная почта, события календаря, иные уведомления. Так, режим не беспокоить, включить, выключить, включать по расписанию. Так, напоминание о вызове, белый список, неограниченные вызовы от выбранных контактов. Персонализация у нас здесь. Так, иконки Fly, темы. Вот, как видим, здесь одна. Можно будет, конечно, их закачать с интернета. Обои. Так, легкий режим. Не знаю. Вот есть такой режим еще. Ну, кому... Ух, теперь надо разбираться. Легкий режим. Экран. Яркость. Спящий режим. Так, спящий режим. Размер шрифта. Режим защиты глаз. Не знаю, для чего он. Цветная температура. Автоповорот. Так, безопасность. Пароль. Идентификация по отпечатку пальцев. Ну, это все можно настраивать. Язык. Дата, время. Все, синхронизация через сеть. Включено. Спецвозможности. Аккаунт Флайм. Другие аккаунты. Управление питанием. Энергопотребление. Детали. Режим питания сбалансированный. Энергосберегающий. Производительный. Оптимизация электропитания. Приложение. В работе все по умолчанию. Ну, в принципе, по программному обеспечению все. Так, ну что еще можно сказать? Сам смартфон у нас 32 гигабайта. Давайте посмотрим. 32 гигабайта встроенной памяти. 3 гигабайта оперативной памяти. Процессор 1.5 ГГц. Восьмиядерный. Давайте теперь немножко посмотрим, как он снимает фото. Так, не знаю. Так, наверное, дальше положу. Не знаю, видно. Ну вот, смотрите. Он автоматически выставляет ISO. Так, что у нас получилось. А получилось у нас такая вот фотография. Ну, практически все буковки видно. Вот даже мелкие. Даже эта камера, наверное, не разглядит эти буковки. Здесь все видно. Ну, вроде бы, в темноте будет, по идее, нормально фотографировать. Давайте проверим камеру, как она снимает. Ну, камера тоже снимает неплохо. Кадры не рвет. Снимает она Full HD. Так, сейчас прием. Так, макросъемка присутствует. Давайте проверим. Как раз вот эти мелкие надписи. Ну, вот, расстояние примерно сантиметров восемь. Вот. Тогда он только начинает фокусироваться. Давайте ближе подведем. Нет уже. Вот так вот сфокусировано. Что хочется сказать по данному аппарату. Ну, по ценовой категории данный аппарат относительно неплохой. Имеет также он еще батарею на 3070 мАч, у которой вам хватит на сутки активного пользования. На этом я буду заканчивать свой коротенький обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.